Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у меня для вас осенняя порция бюджетных находок, аналогов люкса, и я подготовила для вас много всего супер классного и недорогого. Поехали! Не знаю как у вас, а для меня осень и зима это время такого более выразительного макияжа глаз, когда прям хочется сделать легкий smokey eyes, но главное, чтобы было быстро и просто. Где-то в конце лета я купила палетку от бренда Catrice, и буквально с первого применения я поняла, что это идеальная палетка на осень и зиму. Я и сама буду ею пользоваться и вам буду рекомендовать. В этой линейке есть несколько цветовых подборок. Я взяла самую такую нюдовую, но насколько же сильно я обрадовалась, что эти тени на глазах выглядят более насыщенными, более интересными, чем в палетке. И они даже темнее. Все 8 оттенков в этой палетке настолько мягкие, шелковистые, они даже как будто немножко, знаете, кремовые. Но вот у них такая текстура не меловая, и блестки здесь не крупные. Я сейчас подробнее расскажу. И именно такие тени хорошо смотрятся и на возрастных веках. Я проверяла. И вы знаете, здесь настолько грамотно подобранные цвета, они все хорошо сочетаются друг с другом. Мало того, вы можете выполнить этой палеткой сатиновый макияж, но это не совсем, вот знаете, такое яркое свечение. Нет, это просто такая текстура теней, которая лучше и проще растушевывается. Даже если вы особо не умеете краситься, вы можете взять светлый оттенок, что-то в складку, где-то что-то затемнить. И если даже неровно получилось, вы добавляете сияшку, она очень мелкая такая, невероятно приятная. Растягиваете как-то, размазываете пальцем, и у вас хорошо растушеванные тени. Я как-то попробовала нанести эти тени вне камеры и вообще просто для себя. Когда у меня не было никакой базы, где-то что-то залипло, я думаю, ну вот. Потому что у меня был крем для век, я его еще и так нанесла чуть сверху. Вот. И думаю, ну что теперь? Добавила сияшку, девочки. Вообще не было заметно, что где-то что-то неровно. Без базы они тоже сработают. Но я как-то в последнее время чаще всего использую базу под тени. У меня она от бренда De Balm. У Etude House тоже очень хорошая и похожая по текстуре и по всем остальным качествам. Так вот, это палетка, в которой собраны раз, два, три, четыре. Четыре таких легких сатиновых, которые как раз хорошо тушуются. От светлого к переходному, к более темному. И вот, видите, интересно, что когда начинаешь набирать его на кисть, вот этот самый темный, он темнее. Я сегодня нарисовала им стрелочки. И потом вы можете добавить что-то для свечения. Но это будет очень элегантно, очень так изысканно. Это может быть или вот такой серо-коричневый, или чуть потемнее. Также есть оттенок шампани, наверное, да. Ну, он такой, не сказать, что белый, но он посветлее будет, и в нем нет желтинки. Он скорее такой нейтральный. Очень красиво смотрится в уголке глаза. Сегодня я наносила его именно туда. А если вы хотите розовое золото, то есть вот такое как бы золотишко. Вы можете смешивать эти тени между собой, причем вот так вот пальцем, и наносить. Очень классные. Именно вот эти оттенки без свечения очень сильно по текстуре напоминают тени в палетке от Charlotte Tilbury. И если вы не уверены в своих кисточках, от этого тоже много зависит. Или от того, насколько аккуратно будет смотреться ваш макияж глаз. Сначала сделайте глаза, потом нанесите все остальное. Потому что я выбирала и такие жестковатые кисточки, например. И тогда тени могут осыпаться под глаза. Но это случалось не часто. Я уже, знаете, имею свой набор кистей, которые гарантируют безупречный результат. Но в целом всегда можно сделать сначала макияж глаз, а потом все остальное. Я сегодня полностью выполнила макияж глаз при помощи этой палетки. Мне кажется, что выглядит очень стильно. Да, не нюдово. Но иногда под настроение. Это прям мое. И я себя чувствую суперкомфортно. А сейчас у меня для вас будет аналог легендарного сисикрема от бренда It Cosmetics, который с SPF. Я не могу сказать, что я его огромная поклонница. Но моя мама, например, в него влюблена. И многие польские блогеры говорили, что сисикрем от HAN, ну прям один к одному. И я не устояла. Думаю, пока не проверю на себе, я не успокоюсь. Я купила себе два оттенка по той причине, что тогда я была очень загорелой. И вообще все четыре, которые я видела, достаточно светлые. И даже самый темный тен оказался для меня светлым после моря. Сейчас я смешиваю medium и тен. Но вот если вы ищете что-то нейтральное и не желтое и без серого подтона, то можете присмотреться, если вам понравится и заинтересует все то, что я скажу дальше. Этот сисикрем с SPF 40. У него от среднего к плотному покрытия. Я бы сказала, что это тот сисикрем, которого в моей косметичке нет. Именно что касается плотности. Также здесь гиалуроновая кислота, коллаген, ниацин и комплекс, который направлен на восстановление защитного барьера кожи. То есть он еще и с такими уходовыми свойствами. Он очень хорошо перекрывает какие-то неровности на коже. Я пробовала его наносить как супер тонким слоем, так и поплотнее, как вы сейчас можете видеть. На самом деле, лично на себе я люблю более тонкое нанесение. Но если состояние вашей кожи нуждается в том, чтобы что-то скрыть, где-то что-то скорректировать, он отменно с этим справится. Он действительно дает дополнительное увлажнение. И он комфортно ощущается в течение дня. Что касается стойкости, на моей коже, склонной к сухости, с расширенными порами, я не заметила, чтобы он себя вел как-то, знаете, неприлично. Он отлично дружит со всеми моими пудрами, будь то дорогими метеоритами, Guerlain Hourglass, Sensai, или же с теми, которые из более доступного сегмента Catrice, Enough и так далее. Этот CC-крем дает такой влажный финиш. То есть, чтобы он был прям матовым, но нужно выбирать какую-то гиперматирующую пудру. И я не могу гарантировать, что этот CC-крем будет хорошо держаться на жирной коже, если вы нанесете его суперплотным слоем и потом припудрите. Я бы так не делала. Лучше берите потонше слой, он и так скроет все недостатки кожи. Легкая пудра и вот такое красивое здоровое свечение на коже будет обеспечено. Плюс SPF, плюс еще и уходовые компоненты, все это отлично смотрится и ощущается на коже в холодное время года. Раз я уже упомянула пудру от бренда Enough, давайте расскажу и о ней. Я заказала ее из линейки Collagen и это 21 оттенок. Он не светлый и на коже получается чуть темнее, чем в упаковке. Слушайте, я в шоке, потому что за такую цену ты получаешь упаковку с зеркалом, плюс здесь есть вот такая штучка, которая закрывает это все дело опуховка, которой я не пользуюсь, я наношу ее кистью. И внимание, внимание, в цену пудры еще и входит сменный блок. То есть у вас заканчивается пудра, упаковка остается, вы меняете содержимое самой пудры и продолжаете наслаждаться результатом. Это пудра с SPF 28, да, то есть вы можете еще обновлять SPF в течение дня. Мало того, это пудра, которую вы можете использовать двумя способами. Если у вас, например, какой-то легкий тональный крем, вы можете добавить плотность покрытия при помощи этой пудры, она дает, ну, не могу сказать, что прям среднее покрытие, но оно добавляется однозначно. Если же вы не любите использовать тональный, но хочется и заматировать кожу, и слегка скорректировать оттенок, вы набираете эту пудру пуховкой или кистью, и она тоже дает вам оттенок. Плюс она еще и классно матирует и не ощущается прям пудрой на лице. Я ради интереса заказала это все. Я даже не ожидала, что мне настолько понравится классная пудра, которую можно забросить в сумку и наносить макияж на бегу или поправлять его. Я использую тональные кремы, я уже рассказывала почему, даже когда это день такой якобы с минимальным макияжем, мне нравится тон на лице или какой-то биби-крем. Ну, а так вот я не очень часто, признаюсь вам честно, не очень часто ношу компактную пудру без ничего. Но это тоже возможно, и это тоже красиво смотрится на коже. Я все же предпочитаю наносить такую пудру поверх хотя бы минимального биби-крема или сиси-крема, тонального, вот что-то такое, а пудра прям супер. Аналог хайлайтера от бренда Charlotte Tilbury. Это Гош, линейка Glow Up, там есть разные оттенки, и это действительно очень сильно похоже на Charlotte Tilbury. Он в такой вот кремовой форме, здесь все закручивается, откручивается, он непроизвольно не будет сам как-то выливаться, то есть когда ты его так как бы прокрутишь, тогда уже поступает само средство в пуховку. И справедливости ради скажу, что это не совсем то же самое, что и Charlotte Tilbury, хотя многие так утверждают, но я вам говорю, как оно есть. Тем не менее, это очень приятное средство, которое даже лично мне больше подходит, потому что оно не настолько яркое и очень красиво смотрится поверх тона. Для меня Charlotte Too Much, и вот как-то хочется даже подтон нанести, чтобы так сильно не было заметно и чтобы так сильно не сияло. Мне кажется, это уже немножечко too much в 2023 году. Все как-то стараются сделать легче и чтобы было менее заметно. Это хайлайтер, который очень нежно подсвечивает кожу, и именно оттенок, который у меня, 01, он подойдет и светлым девочкам, и тем, кто ищет что-то вот такое, наверное, даже с легкой розовинкой, вот что-то и без желтого подтона, и чтобы не было ярко-розового цвета. Там есть и как бы бронзеры почти, потому что это такое прям сильно бронзовое свечение, и розовое золото. Я выбрала что-то, что хорошо подойдет мне на зиму. А хайлайтер от Charlotte Tilbury я крутила, вертела, пробовала на себе и поняла, что нет, нет, спасибо. У меня вообще с Charlotte такие отношения то люблю, то ненавижу. А вот хайлайтер от Gouche очень даже. Туши для ресниц, у меня их целых две, та, которая я накрашена сегодня всего в один слой, и она действительно дает эффект накладных ресниц. Я лет 8, наверное, не покупала туши от Catrice, не знаю по какой причине, у меня нет какого-то логического объяснения. Это тушь под названием Glam & Doll. Она с силиконовой щеточкой, и сама консистенция туши такая, как нравится мне, потому что она и не чрезмерно жидкая, но при этом не сухая. Вот такая, как чуть кремовая, если вы понимаете, о чем я говорю. Я всегда ищу именно такую консистенцию туши, а щеточка здесь суперудобная, и вот когда я крашусь этой тушью, у меня ощущение, как будто я использую какую-то люксовую. Она дает эффект вот таких разделенных ресничек, удлиненных, выразительных, и она удерживает изгиба. Я всегда завеваю ресницы при помощи зажима, она удерживает изгиб, и также она не осыпается и не размазывается в течение дня. Очень классная. Вторая тушь, которую я полюбила еще летом, это тушь от бренда Eveline, коричневая. У меня не так много коричневых тушей, в принципе, когда-либо было, и я как-то скептически подходила к этому, потому что мне казалось, что она не такая, вот знаете, насыщенная для меня, что ресниц особо-то и не видно, но не тут-то было. Это такой шоколадный цвет, и плюс, в принципе, моя любимая тушь в Ариете, я ее очень часто приобретаю. Здесь удобная силиконовая щеточка, это и объем, и длина, и разделение, и вообще все, что надо. И плюс вот она делает ресницы какими-то и яркими, и при этом не чересчур. Конечно, если нанести два слоя, то тогда получаются такие опахала, как я иногда люблю. Но вот как-то летом мне хотелось чего-то такого, не настолько контрастного, наверное, как черная тушь. Если вам нравятся коричневые туши, или вы хотели бы попробовать, то прям настоятельно рекомендую. Тушь супер, и я ее открыла месяца два тому назад, она до сих пор вот не осыпается, не комкается, и вообще Ариете я люблю, поэтому еще одна любимица в копилку. Следующий аналог, это скорее не аналог чего-то конкретного, хотя ближе всего им к хоуп, только здесь более удачный оттенок, чем хоуп от Селены Гомес, Rare Beauty. Это вообще замена очень многим дорогим кремовым румяном, которые вы можете наносить и на щеки, и на губы. Это кремовое румяно от бренда Lamelle. У меня оттенок 402 Pink Blossom, и это действительно очень нежный, супер универсальный такой, вот знаете, эффект молодости, цвет молодости. Потому что это легкая, натуральная розовинка, но он, вот именно этот цвет, в отличие от хоуп, не дает вот чего-то такого рыжеватого что ли на мне. Не знаю, вот он такой, как в упаковке и на свотче, он также выглядит в небольшом количестве и на щеках. Это сразу такой фреш результат, плюс текстура у них такая классная, она легкая, не залипающая, и такой отблеск чуть-чуть влажный, не слишком. И они хорошо держатся даже без пудры на мне, я носила их еще в теплое время года. Вот, хотя у нас еще прям не то чтобы морозы. Кстати, если нанести вот так прозрачно и не признаться, что на вас есть макияж, то вам поверят, что это все матушка природа. Очень кайфовое. В преддверии холодов мы бьюти-маньяки и часто начинаем доставать какие-то более глубокие по оттенку помады, насыщенные или даже яркие. И у меня у самой есть чисто осенне-зимняя помада, которая нравится очень многим из вас. Это помада от бренда Dior. Она классическая жидкая матовая, то есть не какая-то, знаете, тентующая, просто жидкая матовая помада. И я тоже для себя задалась целью найти нечто похожее. И максимально приближенная сейчас у меня в руках. Это новая жидкая матовая помада от бренда L'Oreal. Покупала без затеста и сейчас, сравнивая два оттенка, Dior и этот, от L'Oreal будет чуть темнее. Но в целом это красивый такой рябиновый цвет. Я не знаю, как его описать, но он очень комплементарный. Даже если вы просто накрасите ресницы и добавите эту помаду, вы будете женщиной, которая обращает на себя внимание. Кстати, она так приятно пахнет. Ну, я сейчас в начале сентября, не могу сказать, что я ее украсилась 150 тысяч раз, но наносила несколько раз. И она очень хорошо держится. Это та помада, которая требует подготовки перед нанесением, да, то есть губы увлажняем. Это не та помада жидкая матовая, которая увлажнит, вам еще что-то там сделает. Она тонкая, она пигментированная, ее можно накрасить даже без карандаша. И это цвет, о котором вы потом будете спрашивать у меня миллион раз, что у тебя на губах. Поэтому запоминайте, и оттенок это 230. В таких упаковках они. Я, наверное, еще посмотрю, что там есть. Не было тестеров, они у нас только появились в продаже, но цвет такой красивенный, девочки. И брюнеткам, и блондинкам. Это и не бордовый, который для многих все-таки является таким, знаете, выходом из зоны комфорта. И не красный, который тоже не каждая из нас любит носить на каждый день. Но это та помада, которая тоже будет в моей подборке на осень, в моих мастхеллах, потому что она супер красивая. И когда у меня закончится Диор, я спокойно продолжу пользоваться этой по стойкости. Но так как каждая жидкая матовая помада, она сойдет, если вы начнете там есть что-то жирное, да. То есть она сходит где-то там в центре, да. Но по краям остается и можно добавлять. Она комфортно ощущается на губах, у меня нет каких-то проблем. И также она не комкается. То есть если вы даже где-то что-то съели, то это, кстати, вот имеет значение пигмент губы. Он у меня достаточно яркий, а вот контур невыразительный. И у меня не очень заметно, когда она начинает сходить. Даже вот такой достаточно яркий оттенок. Боже, какая красивая. Я прям не могу. Ну, в общем, да, если купить еще где-то на скидке, онлайн поискать, то могу вам советовать. И я ее купила дешевле. Я человек скидка, вы же знаете. Когда я так ярко крашу глаза, я всегда на губы наношу нюд. Вы просили меня посмотреть, что же интересного есть у бренда Clareza, и я нашла. Я перещупала там многое. Конкретно этого тестера не было. Это блеск. Я бы даже сказала, что это такая улажняющая помада, что ли. Потому что блеск наносится не тонко. Он не вязкий, но при этом он хорошо держится в течение дня. Он улажняет губы. Он со светоотражающими частичками. Благодаря чему губы смотрятся более такими, знаете, пухлыми. Ну, плюс это или помада, или блеск, называйте, как хотите. Это всегда визуально дополнительный объем. Здесь еще и есть, наверное, перец, потому что она немножко покалывает, но это не невыносимо. То есть это даже приятно, и этот блеск держится неплохо. Если использовать какой-то карандаш, у меня сегодня темнее, чем губы. Но в жизни, поверьте мне, это еще красивее смотрится. И знаете, в чем еще огромный плюс именно этого оттенка? Я думаю, что он и не чрезмерно холодный, но и без вот этой рыжины. И мне кажется, что зубы у меня тоже с ним не рыжие. Не знаю, как там камера показывает, но визуально, в реальной жизни, зубы у меня не желтые. С этим блеском он комфортный, суперкрутой. Стоит копейки, девочки. Я, наверное, тоже посмотрю, что там еще есть из этой линейки. Но вот этот прям вообще огонь. Я достаточно переборчивый клиент в плане выбора консилера под глаза. Мне все не так, все не то. То плотно, то сухо, то неестественно выглядит, то неприятно ощущается, то недостаточно перекрывает. Ну, короче. И я тоже вот так ради интереса заказала консилер от бренда ELF. Это увлажняющая версия консилера Kama Concealer. С сатиновым финишем. Не знаю, какой там оригинальный, но вот этот. Говорят, что это аналог тоже от Tarte. Но так как мне Shape Tape не понравился, я побоялась, что увлажняющий Shape Tape тоже не зайдет. Я решила не тратиться и взяла только этот. У меня оттенок, кстати, не светлый. Я сейчас купила себе и посветлее жду. Доставку еще и были скидки на iHerb. Минус 27 процентов. Вообще почти даром. У меня сейчас оттенок вот после лета. Потому что все мои для меня светловатые. А этот вообще идеально. Он с легкой такой персиковинкой. Я взяла посветлее. Посмотрим. Я потом вам покажу. Но сам по себе консилер чертовски хорош. Вот вообще, знаете, не было никаких завышенных ожиданий. Я сейчас забросила все свои люксовые. Пользуюсь им. Я вам клянусь. Это консилер, который дает и увлажнение, и очень хорошее покрытие. То есть вы его можете нанести чуть-чуть, растушевать, и тоже будет гуд. Но вот, например, когда крашусь так, как сегодня, все-таки зону под глазами нужно хорошо проработать. И потом, выбирая или же пудру Сенсай, или же пудру от Хан, по-моему, да, у меня есть. Я уже крышечку куда-то убрала. У меня многие пудры открыты. Это именно пудра под глаза. Слушайте, держится как в литой целый день. Вообще не ощущается, что есть какой-то консилер под глазами. И я в полнейшем восторге. Но если ты покупаешь еще какой-то другой оттенок, который тебе будет подходить в холодное время года. Но это о чем-то лично для меня говорит. При таком огромном количестве я себе купила еще и в Сен-Лоран, и Бенефит, которые там вообще нахваливают многие. И в итоге пользуюсь Эльф. И он, ну, вот я не знаю, я готова ему петь оды. Он мне очень хорошо подходит. Он не заваливается морщины, только при правильной пудре. Можно, конечно, не припудривать, но если я наношу не BB-крем под глаза, то консилер я всегда припудриваю. И это не плюс 10 лет под глазами. Это все скрыто. Это вообще незаметно, что ты там мало спал. А я сегодня, кстати, мало спала. Я себя обожаю, потому что когда я не высыпаюсь или что-то там, почему бы не накрасить смоуки айс? Или когда я болею. Когда ты и так, знаете, такой немножечко это самое, давайте смоуки айс, почему бы не подчеркнуть синеву? Но этот консилер скроет все. Все какие-то неприятности в жизни, то, что вы не спите. Он очень-очень классный. Те, кто ищет вот что-то поплотнее и увлажняющее, и красиво выглядящее, настоятельно, настоятельно вам советую попробовать. А, растушевываю я его спонжем, то есть убираю излишки, потом пудрочка. Гениально. В одном из предыдущих выпусков о бюджетных находках я вам рассказывала о том, что я нашла самые стойкие гели для бровей. Но я нашла что-то еще более стойкое благодаря вам, потому что вы всегда делитесь со мной своими находками. Буду благодарна вам за подсказки, потому что я сейчас сама подсела на этот гель от бренда Клареса. Во-первых, мне нравится то, что он не в прозрачной упаковке, то есть не видно, что там происходит внутри. И это мега стойка. Вот он называется настоящий клей, и это реально клей для бровей. И это тот гель для бровей, который вот с первого раза даже не особо смывается. Нужно подержать там ватный диск с мицеллярной водой или смыть его каким-то гелем дополнительно, не только гидрофильным маслом. И только тогда он отходит, но брови у меня, как видите, на месте, и все окей. Они просто более выгоревшие, я их больше подкрашиваю. Но этот гель для бровей, кстати, пахнет он тоже немного как клей. Он настолько здорово фиксирует брови. Они, ну вот я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Это не с чем не сравнимо. Мне нравится. А, кстати, когда я использую мощный гель для бровей, я потом не так сильно дергаю бровями, не морщу лоб. Так что одни преимущества. Но это надо любить, вы знаете. То есть для кого-то это будет too much. Но для меня эффект вот таких прилизанных, зачесанных, усмиренных бровей это самое то. Плюс этот гель еще отличается тем от многих, что вот наносишь его, он не оставляет белого налета. Плюс не по каждому гелю для бровей с мощной фиксацией можно, например, потом прокрасить брови карандашом или тенями. А тут вообще не важно, что вы выберете. Это может быть карандаш, тени для бровей, тауповые тени, просто что-то, что вам подходит. Или же маркер. С этим гелем работает все. Губы это бальзам, который очень напоминает мне и Clorans бальзамчики. У многих брендов есть такие, но можно найти по более доступной и привлекательной цене от бренда GOSH. Потому что тем более я еще раз повторяюсь вам, что если вы сейчас живете в Польше, то или онлайн, или же в сетевом магазине, там типа Росман, Хэба, у нас всегда вот каждый месяц там или каждые полтора месяца бывают скидки минус 40, даже минус 50 процентов. Но минус 30 это как минимум. Поэтому не переплачивайте, дожидаемся скидок, ищем онлайн и тогда действительно получается бюджетно. Потому что GOSH это все-таки такой middle market. Я сейчас очень хотела бы купить их карандаш Antique Rose. Он у меня был, но в нашем Хэба его нет. Он тоже просто и цвет, и текстура. Но секундочку. Вернемся к вот этому бальзаму. Это у меня оттенок 04 Vintage, 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 Vintage роза. И вот у него такой мягкий аппликатор, очень красивый, слегка розовый оттенок. Для того, чтобы или увлажнить губы, или нанести поверх матовой помады, для супер естественного макияжа. Или можно выбрать какой-то оттенок потемнее. Потому что их там несколько, и все они красивые на самом деле. Но как-то не было тестеров, и я взяла такой, как мне кажется, самый универсальный. Он дает полупрозрачный оттенок, то есть это не губы вот такого цвета. И на всех, абсолютно на всех будет смотреться красиво. Мега универсальный. Вернувшись с моря, я осознала, что у меня практически нет каких-то темных тональных кремов. Я отправилась в магазин и купила себе тон от бренда Catrice. Это тонирующая сыворотка, линейка Nude Drop. Она с гиалуроновой кислотой и с витамином Е. Такой легкий тональный крем, жидкий, с пипеткой. И знаете, я подумала, там тонирующая сыворотка, давай. И как нанесла себе на лицо вот прям целую пипетку. Думаю, господи, какое плотное покрытие. То есть, несмотря на то, что это тонирующая сыворотка, она хорошо все перекрывает. И не нужно выливать целую вот эту вот помпу, да. Мне понравилось. И он так застывает, усаживается. Сейчас, правда, этот оттенок 040N. Мне темноват, но я не могу сказать, что он какой-то мега рыжий. То есть, это действительно такой нейтральный, только темный цвет. Есть и гораздо светлее. У нас, наверное, представлены не все оттенки, но мне нравится то, что есть и теплые, и нейтральные, и холодные. И вот так, знаете, для комбинированного типа кожи, для даже жирного, не побоюсь сказать. Потому что он такой влажненький, но он все равно хорошо носится в течение дня. И он не кремовый. То есть, хорошо все перекрывает. Я была приятно удивлена. Тоже ради интереса купила я что-то подходящее по цвету. Но я обязательно оставлю его. Пока что никому не отдаю. Тем более, такой загорелый тон. Он может мне еще пригодится. Когда уже немного спал бум на вот эти виниловые помады от бренда Maybelline, которые заявлены как суперстойкие, причем с таким сияющим финишем, я решила купить и посмотреть, что это такое. И скажу вам так. Это надо или любить, или к этому нужно привыкнуть. Что касается стойкости, ну, у меня оттенок не темный, поэтому, да, держится хорошо. Да, действительно блестит. Но в нанесении тоже это интересно. Потому что, когда ты распределяешь это все, это как такая помада лаковая, да. Но ей надо дать время застыть. Между прочим, я себе выбрала красивый, такой более яркий нюдовый оттенок номер 15. Вот. Может быть, сейчас он кажется розоватым, но на моих губах это как персиковый нюд. И нужно не двигаться, чтобы это застыло. Если начинаешь шевелить губами, там как-то, ну, я не проверяла, что произойдет. Я просто как-то так нанесла и приоткрыла рот, подержала. Это застывает, и это пахнет чем-то ванильным. Скажите, как вам эти помады? Действительно красиво блестит, красиво выглядит. Зачем я смотрю в зеркало сейчас, если помада другая, непонятно. Но в любом случае, мне понравилось. Именно этот оттенок окей. И при том, что это глянец, это как матовая помада с глянцем. И это держится неплохо, это выглядит красиво. Я за, и я как человек скидка тоже купила его с 50% выгодой. То есть дешевле гораздо. Я очень хотела найти для себя помаду именно бордовую и суперстойкую. У меня это получилось. Бренд Catrice. На секундочку, я приобретаю это сама. Мне не присылает бренд Catrice. Ничего, на обзор, на затест. Оттенок 30. И вот в упаковке, может он не кажется таким темным, но на губах темнее. Эта помада обладает хорошей пигментацией. А бордовые, они очень часто проблемные. Они плешивят ее. Можно добавить, если у вас, например, объемные губы. Да, и вам не хватает вот одного такого нанесения на слоите. Даже карандаш не особо пригодится. Можно использовать и карандаш. Но у нее такая плотность покрытия, такая пигментация, что можно и без карандаша. И это тоненькая, но при этом пигментированная матовая помада. И как для такого капризного оттенка это вообще хорошо. Плюс она очень-очень-очень стойкая. Я ее смывала и гидрофильным маслом. И все равно где-то там что-то чуть-чуть осталось. Мне, наверное, придется купить двухфаску, чтобы с этим справляться побыстрее. И, конечно, как каждая жидкая матовая помада, ее надо наносить на предварительно увлажненные губы. То есть снимаем вот этот лишний слой, потом матовую помаду. Поверх бальзама нет. Мы так не делаем, чтобы эта стойкая держалась, чтобы там не плешивила. И это та помада, в которой я могу быть уверена, накрасить и быть дивой вечера или дня. Это прям чисто осенний цвет. И мне нравится. На этом у меня все. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. И пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.